Теперь я вас знакомлю сейчас, знаете что, небольшой перерыв, потому что я вас познакомлю с удивительным человеком, вот он, он даже не ожидает, что я его покажу, но, тем более, сюрприз для него, вот они, будущее нашего министра образования, надеюсь, когда-то должны туда прийти нормальные люди. Так, друзья, можете прочитать его одно из писем, их было много, полтора десятка, было много фотографий, вот. Вот, и все это в школьном саду, и вот получается, что, наверное, мне повезло, что у меня теперь есть с кем поговорить. Это, знаете, у меня, как анекдот, приятель был на риске, выпьет и начинает жаловаться, говорит, у меня дома пять человек, жена, теща, трое дочки, а поговорить не с кем. Ну, в общем, я решил, что мне повезло, я сейчас буду разговаривать с учителем биологии, вот. Ну, его отношение ко мне, от вас была получена ценная информация, без вас бы, я всего этого не было бы. Вот, спасибо за эти слова, они мне помогают жить, такие слова. Спасибо, что учитель. Вот здесь я пытался, я 15 или 18 ваших похватился, а там нет ни фамилии, ни имени, ни отчества. Вот, проверьте сами. Здесь написано Саша, скорее всего, вы Александр. Саша, Даша, может быть. Вот, но если вы не женаты, то я надеюсь, что... Или еще будут такие же, как мы. Видите, я сохранил ваш этот самый. Вот, общайтесь. Вы наверняка, вы человек публичный, вы учитель. Пусть у вас будут друзья, вот, кого-то будет интересовать. Ваше семейное положение и прочее, прочее. Так вот, вы совершили невозможное. И пишите, что нет, ничего невозможно. На боярышник привиты яблони, груша. Но грушу слышал, про яблони нет. На сливу привиты миндаль, абрикос, черешки. Извините, я не виноват, это не я. Так, у земли привиты груши. Два сорта улечной капулировки в ведре. Ну и тогда это вот так. Теперь, самое главное. Вот это я понял, за вами цветущая миндаль. Вот. Вот это ваши масштабы. Как я понимаю. Смотреть жутко. Это в нашей стране без охраны. Ну и все, что без ограды. Я до сих пор американские фильмы смотреть не могу. Там показывают частные дома. Где-то обычные двухэтажные. Между ними довольно близкое расстояние. Садов почти нет. Деревья там. И жутко смотреть. Глаз зацепится не за что. Нет ограды. Мы как без ограды? Как мы можем жить без ограды? Я его манипулирую. Я на Украине не понимаю. Херсонская область, Береславский район. У них проблемы с лесом. У них это все поля. Вот они. Я не знаю, как они сход там выдерживают. У них нет заборов между этими. Никогда не было. Вот. Между огородами нет заборов. Для меня сибиряка это. Штакетник не проблема. Да и жерди можно нарубить всегда. Вот так. Жуткая картина для меня. Мне аж не по себе. Давление скачет. Как это ограды нет? Это ваша фотография. Поздравляю. Замечательное яблони. Вот. Вот это ваша фотография. Вы сделали. Меня, знаете, что убивает. Я же выбирал фотографии. Вы же мне их не просто прислали. Вас там кто-то дернул за веревочку. Вы взяли и вот это именно прислали. Думаете, не попадет от меня? Уже висит груша. Это сколько пленка-то это будет еще там? Вы понимаете, что под ней все гниет. Я вот таких примеров приводил столько, что мне стыдно свою фотографию показывать. Вы же спасайте дерево-то. Ну, это как можно было оставить пленку, я вам ее не приложу. Уже груша висит. Это от прививки до груши сколько времени-то прошло? Полтора года. Это один момент. Ну, допустим, нет пленки. Придраться не к чему. Придерусь. Вот эта ветка, вот эта привитая, с великолепной грушей, похожа на долгарскую красавицу, а долгарская красавица это чуть-чуть не мировой лидер. Так вот, привитая ветка эта, так и останется второстепенной, будет давать по нескольку плодиков, все остальное, все в жизни. Вот тут еще даст плоды, вот тут, в общем, все. Пока вы не уберете вот эту ветку. И то, так как это боковая, ее выровнять сложно. В общем, мой совет, вот как скелет, вы просто великолепно сделали, если не считать, что пленку не сняли. Вот. Быстрое испытание, вот испытывается моментально. Но потом все еще раз, все равно, привайте как можно ниже. Ага, тут получается наклон больше, опять плохо. Вроде бы правильно все сделали, потому что здесь будет наклон другой, еще крепкое крепление ниже. Вот не дай бог такую привать вам. Вы не стали привать, молодец. Бах, смотрю, опять ваша фотография. Вот. Что я вижу? Одна из... Какая-то часть дерева, может, сороковая. Когда у вас пошла прививка, пленку пора снимать, так, вы ее снимете, и несколько яблок, она, наверное, рухнет. Если не удерживать чем-то. Там, подставками, колями. Ну, и много не даст. Это так, опять, будем считать, что вы, скажете, я бы хотел испытать новый сорт. Тогда нет претензий. Тут тоже. Испытатель новый сорт. В таких случаях очень быстро получается результат. Вот он на второй год уже. А вот это вот, ну, что тут скажешь. Вот. Если я ничего не напутал, судя по вашему письму, это прививка абрикоса на сливу. Удачнейшая прививка. Удачнейшая. Вот сколько плодов. Красота. Я вас поздравляю. Это фотография с моего сада. Ну, как бы учебная. Видите, вот это вот дерево, я чуть не сказал мощное. Ему 11 лет. Все вот это. Это груша уссурийская. Так как это больше питомник, на одном ряду груши росли, на другом абрикосы. Вот этот абрикос, а это, помните, это самое, я вообще удивлялся. Желтыми плодами, сладкими. Он растет в полутора метрах, он начал отклоняться. Вот. Это минус, а плюс, я это называю, это часть моей крепости. Когда абрикосы, у меня на абрикосах никогда не исключение несколько листиков, учитывая, что их там миллионы, я видел тлю на нескольких листиков за все годы. Вот. То есть, фактически, это, тля облетает. То есть, она летит, летит, понюхала. Нет. Если я тут начну сосать эту самую, и мое потомство начнет сосать сок, то оно сдохнет. Вот. И получается, у меня все рядом, все близко, неудобно. Вот. Специально показываю. Вот так они отклоняются специально. Им не хватает пространства, им не хватает солнца. Но с другой стороны, показывал в фильме, дырок нет, нет. Выражая есть, есть. До этой степени они еще не враги. А что будет дальше, я сам вместе с вами буду наблюдать. Я говорю, а что потом делать, и густо посадил. Я говорю, вот тогда и посмотрим, когда придет пора. Вот. Вот это вот, такие подлости, это я случайно. Читаем. Уже из-за Сараногорских, к правду, растут уникальные сорта. Персиков, абрикосов, яблок. Но не всегда это обеспечит ему успех. В газете Фазенда, ну это, видимо, старая Фазенда, закрыта давно уже. Он постоянный автор. По своим же признаниям, не все где-то гладко. Многие сорта вымерзают каждую зиму. И урожаев приходится ждать только благоприятные годы. Ну, благоприятные годы. Опять вернуться к этому. 16-й, 17-й, 15-й, 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 13-й, 12-й, и, ну, если тут дальше копать смотреть, и так далее. В общем, человеку надо было немножко подгадить. Вот. Он своего добился. То есть, понимаете, вот эти беда, эти в чем, что... Вроде бы человек должен, может быть, у меня выписать книги. Может быть, выписать у меня семена. И мне дать еще пожить. И это самое. Тем более, я рассказывал, что я богаче миллиардеров, больше трачу процентов, чем они. Вот. И к тому же, все-таки, дать надежду людям. Я многим дал надежду. А потом раз, вот, захотелось, знаете, у соседа корова сдохла. Не мое дело, а приятно. Вот. Вот попадается частенько, на каждом сайте, парочка обязательно таких. Вот. Обязательно. Так. Смотрим сюда. Вот эта фотография сделал на моем саду. Вот. Попробуем расшифровать. Смотрим сюда. Это... Фактически я прикалываю. Смотрите. Таких... Несколько десятков. Здесь вот просто покороче уже. Вот. Смотрите. Вот. Смотрим снизу вверх. Вишня Жуковская. Ну, ладно. Так. Это моя фотография. Прогулки по саду. Ну, то есть, это... Мой материал. Так. Я почему обращаю внимание. Кто-то, купив перекупщик с Арта, там, с Молдавии, там, вот все остальные в Саногорске продают крымские саженцы. А я же вам показывал. Помните, что Сергей выписал персики с Крыма и яблони. Яблони одна осталась. Подыхает. Я потом покажу фотографию. Персики сразу были мертвы. Так вот. Ну, настоящие. Вот. Я к чему говорю. Я все время бил тревогу. Я доходил до Госдумы. Выручайте. Еще Байкалов уже, когда умер. Надо спасать. Уникальные эти. Понимаете. А мне тычут иногда в морду. Ну, почти такие же. Мозги пудрите. Чуть аниматом. Вот. Вот, посмотрите. Наследие Байкалова. И бах мне про этот самый. Про какой-нибудь сайт. Вот. Захожу на этот сайт. А там фотография сделана. Какая? Ну, там. Я их уже многие примиркались. С интернета. Вот нашел и свою. Абрикос Серафим. Видите? Фотография моя. Сто процентов. Не 99,9. Сто процентов. Это моя. Вот она. Так. Ладно. Смотрим дальше. Так. Сейчас. Все правильно. Так вот. Сибиряк Байкалова. Вот. Сохраняет наследие. Раз присвоили мою фотографию. Значит, что это? Правильно. Это перекупщик. И никакой хрена он не сохраняет. Вот и все. Я вам потом еще по крючку что покажу. Вот абрикос. Мудила из Нижнего Тагила. Тоже продает. Фотография моя. Значит, тоже перекупщик. Где-то в Нижнем Тагиле питомник, которым матовый сад. Продолжение следует.